салям алейкум не в аэропорту я просто на станции метро университет и здесь сразу огромное количество учеников потому что сейчас начало учебного года но мы едем конечно не в университет в этот раз а мимо него посмотрим сейчас на маршрутке как можно доехать до нашего любимого дела это конюшня хотим посмотреть какая она здесь она очень далеко ну возможно не такая дорогая как предыдущие где у нас ничего не получилось государственное потому что мы я банжи иностранцы и для нас цена какая-то совсем неподъемная все бежим девочки на долгушку так мы сели на маршрутку до акчалар вся дорога у нас заняла около двух с половиной часов ехали мы маршрутки совсем недолго примерно столько же сколько в метро возможно даже меньше и примерно столько же сколько у нас заняло времени доехать до метро от нашего дома большая часть времени заняло дайте пешком приближаемся очень близко к конюшне посмотрите какое здесь озеро красивое красивое места невероятно красивый чем-то напоминает беларусь вот когда я на конюшне ездила за город но есть еще вот такие прекрасные горы которые конечно же украшают невероятно ландшафт сейчас посмотрим что там на конюшне и какие цены потому что для иностранцев здесь конечно по лошадям цены не то что завышают просто какие-то космические продается земля спросила сколько стоит сейчас ответит вам расскажу это считается очень далеко и поэтому без машины здесь никак а машины очень дорогие поэтому земли могут быть дешевых стоится также как девочки наша цель конюшня лошади пасутся вот эта картина вот здесь бы кусочек земли продали нам прямо рядом с конюшней и все что еще нужно для счастья называется это не люфе от ли спорт от ли они лошадь спортом понятно к любу такой вот вход сейчас зайдем господи токов нам не сказали 50 долларов за пять минут в общем здесь 18 долларов если покупать 12 уроков то 18 долларов получается 1 урок 30 минут это если вы хотите прыгать именно с тренером и так далее прогулка к озеру и обратно 35 минут стоит уже где-то около 18-17 долларов я так поняла но нельзя быстро ехать ну конечно же вы понимаете он из скорости не как арабская кровь поэтому его это вообще не заинтересовало поставить лошадь здесь стоит дешевле чем на той конюшне около 200 230 долларов в месяц это с едой с выпула здесь очень красиво мало мух хотя тоже есть но естественно лошади от мух неотъемлемые две неотъемлемые части но очень красиво запах очень чистый если такие боксер по типу как у нас обычно не премиум класса вот такие деревянные тоже но не при не премиум класса ну конечно виды просто нереально красивые и конечно же самое главное что здесь есть это выгул лошадей они их привязывают и они просто кушают скошенное поле и привязывают и ставят везде где хотите земель куча скошенные земли всегда в беларуси во всех странах на них можно ставить лошадей привязанных главное чтобы они не заходили на землю на которых что-то произрастает поэтому их надо привязывать и они просто что же для тех кто недавно подписался на меня и для тех кто уже давно меня смотрит я расскажу вам еще раз о том как мы начали с мужем как мы завели лошадей как у нас проснулась к ним любовь это случилось наверное с рождения но в итоге в какой-то момент мы поняли вдвоем что мы любим лошадей к тому же естественно в исламе в сумме лошади упоминаются много раз об этом никак не сделала отдельное отдельное видео в целом вы знаете что в ливане у меня есть конюшни есть лошади недавно у меня родила лошадь еще одного жеребенка мы пытаемся их продавать пытались что-то сделать но ситуация в ливане финансовые очень очень сложно никто не покупает ничего более или менее стоящего дорогого за исключением некоторых людей но именно к нам они не приходят любом случае в моем плане в турции было что-то такое купить землю где-то вот в этом районе где-то вот такой кусочек построить конюшни и жить там но в турции действительно все что касается лошадей очень очень дорого у нас ничего не продается в ливане в общем эти планы не получились поэтому пока я досиживаю здесь в турции очень 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 сильно скучаю по животным альхамдулля даже просто ездить в турции на лошадях очень очень норовы к сожалению но тем не менее жизнь она такая аллах фан таля нам показал что переезд это очень сложно хоть и очень увлекательно и очень интересная получила незабываемый опыт увидела прекрасные места в то время пока был лишь здесь все эти три недели бегала ездила запускала дрон смотрела на турцию также с высоты насколько она красивая но к сожалению все наши амбициозные планы практически закончились встретившись с реальностью встретившись с тем что все не так просто и особенно иностранцу я удивилась что вообще этот трон взлетел ветер просто ураганный вы видите что даже на озере волны да конечно волны на озере не сравняться с волнами и на море ну и вода соответственно совсем не сравнится все-таки море это это отдельное чудо аллах фаната хотя озеро тоже не наименьшее чудо вот такая вот вода но издалека конечно очень красиво окольцовано горами это невероятно красиво девочки мы здесь пьем чай попили чай сейчас сделаем омывение и начала помолимся и поедем домой красиво в турции это вот этот момент несколько комнат для молитв для мужчин для женщин сразу место для где делать омывение и вот такое красивое место именно вот в этом месте нет ни спиртного ничего такого альхамдуллах очень много мест можно как-то сесть отдельно всегда влюбленд и и и и Продолжение следует...